Была нематочная, прошла лечение, врач предлагает сделать стимуляцию эволюции, чтобы беременность получилась с первого раза. У меня эволюция своя есть для улучшения, ускорить наступление беременности. Смотрите, любые технологии репродуктивные назначаются тогда, когда стоит вопрос о бесплодии. То есть не тогда, когда женщина берет, тогда вопрос о бесплодии. То есть получается, что женщина пробует беременность в какой-то период времени, у нее не получается, то есть у пары не получается. И тогда одним из методов лечения может быть вот эта малая репродуктивная технология, которая называется стимуляция эволюции. И цель стимуляции эволюции – это получение не одной, а двух яйцеклеток, потому что это фактически повышает тогда шанс зачатия в два раза, то есть на 50%. Если вы не пробовали беременеть после внематочной беременности хотя бы 7-8 месяцев, и, скажем, если вы не беременны, не пробовали или пробовали меньше 7-8 месяцев, то нет смысла проводить стимуляцию эволюции. Другой вариант. Если вам за 35, тогда, да, можно ускорить процесс зачатия, потому что, а вдруг вам понадобится в дальнейшем ЭКО, и тогда намного труднее получить собственные циклетки. Поэтому только в таких случаях проводится стимуляция эволюции без выжидательного длительного периода, то есть имеется в виду без планирования, скажем, несколько месяцев, а всего буквально пару месяцев. Но если вы самостоятельно беременеет, то, пожалуйста, пробуйте самостоятельно беременеть. Тем более, что стимуляция повышает уровень нематочной беременности. Поэтому тоже нужно понимать, что мы можем играть иногда с огнем, предлагая женщине стимуляцию эволюции, когда у нее уже одна труба повреждена. Неважно, там она целая, ее там не отрезали, то есть все равно эта труба уже повреждена, потому что там была нематочная беременность.